Саша с Наташей я знаю уже лет десять. Ребята появились в моей жизни и слава богу за них, что они появились. Саша начал этот центр, это вообще великолепное было начинание, потому что людям действительно некуда было обратиться. А у Саши сам с Коренихи нет? Нет. Он не с Коренихи, но у нас местный Николаевский. А где ты с ними познакомился? Где я познакомился? На квартире у знакомой. Я пришел к ней в гости и он пришел в гости. И так мы познакомились. Он узнал о моей проблеме. Ты ходишь в церковь, да? Да, конечно. Как это называется? Служитель церкви? Как это называется? Ты прихожанин, да? Ну, прихожанин, да. Ты понял, что спасти тебе может уже только бог? А больше никто меня не мог спасти. Лечился деда, да? Нет, я не лечился. Просто когда была критическая ситуация уже в моей жизни, я уже ничего не помогала. Я не лечился и оккупировался. Это когда у тебя очень большая доза и ты уже не знаешь, что делать. Абсолютно. То есть своими силами ты не можешь, это так больно. Ты понимаешь, что ты своими силами это не сделаешь. И мне пришлось обратиться, у нас была в сопетне, там есть в больнице, где там оккупировали. То есть, если должно было быть плохо недели две, то это все, это все боль влаживали где-то в полчаса. Тебя привязывают, вводят тебе определенный препарат, который тебя вызывает в ловку. Усиливают, то есть полчаса ты испытываешь невмерную боль, просто мост он отключается, потому что боль невозможно вытерпеть. Хорошо. Да. Это было... И там орут, кричат иногда, да? Орут, кричат, но там вводят какой-то такой препарат алкалоидный, что-то язык набухает и в принципе даже говорить не может. Ты готов плеваться или что-то поматерить, но ты даже этого не можешь. А боль страшная, да? Боль такая ужасная, что если в этот момент бы развязали бы меня, то я, наверное, лишил бы себя жизни. То есть такая боль. Поэтому привязывают, руки, ноги привязывают, грудь привязывают. Но это по желанию или нет? Да, это стоило 300 долларов. И что нас удивило, мы там были с парнем, что у нас не брали никаких анализов абсолютно ничего. Хотя бы давление измерили. А стоит ли мне туда идти? А может мне сердце не выдержит? Это было 8 лет назад. Нет, это было 9 лет назад. 10. И шо? И после этого? А что после этого? Зависимость она в мозгах. Самая большая зависимость, она тут... Оттуда же невозможно выгнать. Без Бога. То есть когда пришел момент такой, что я уже перепробовал как бы разные там способы избавиться от наркотиков. Я в этот момент жил в Киеве. У меня была там работа, был достаток довольно-таки хороший. И просто мы шли с женой, а мы в этой проблеме были на пару с женой. Вот. И я помню, что мы приняли решение, что мы пойдем в церковь, просто в нашу православную церковь в Киево-Печерской лавре. И помню, мы ехали в такси, и было неимоверно такой страх, такой ужас нами владел обоими. Просто средь бела дня, это август месяц, люди ходят, солнце светит. И до такой степени страха владел нами, что мы... Интаксисты останови, пожалуйста. Мы вышли, шли пешком еще квартала 7-8. Пришли в Киево-Печерскую лавру, там работал один из храмов. Мы зашли туда. И я помню, я тогда сказал, что Бог, если ты есть, потому что у меня уже другого. Я хочу жить. На то время, вот моя дочка старшая сидит, играется компьютером. Она на то время была одна. И иди сюда. И жена упала на колени, и мы просто плакали и говорили, Бог, если ты есть, ты что-то сделай, пожалуйста, ты помоги нам, потому что уже выхода нету. Нам никто не может помочь. Не специалисты разного плана. Вот. В общем, никто. Это моя старшая дочка. Здравствуйте. Привет. Слушай, папу. Или ты уже слушал? Рассказывал тебе? Да, в принципе, знаю отношусь. И после этого что-то начало происходить. После этого мы познакомились, мы приехали и вернулись к Николаю. Познакомились с Сашей. Саша нам говорит, что ребята, вот есть выход. Мы, конечно, улыбались, смеялись. Подожди, подожди. Ты же говорил, что ты был в православной церкви, да? Мы зашли в православную церковь, мы не знали, куда идти. Мы не знали, где Бог, где Он, в какой церкви Он живет, где Он живет. Мы просто пришли в то место, где там молятся люди. Я и понятия не имел, что такое молитва, почти в то время. То есть я искал выход. И мне говорили, что вот, вернее, еще не говорили, как это было интуитивно, знаете, вот уже никто не помогает, может Бог поможет. А где Бог? Он там, в православном храме. Вот мы зашли туда. А после этого, вот это вот была, может быть, наша первая молитва. А после этого мы приехали уже в Николаю. Здесь познакомились с Сашей, с Наташей. Буквально тогда у вас свадьба была, по-моему. Вот вы только женились, мы с вами познакомились. Вот. И уже общаясь с Сашей, Саша уже как бы популярно рассказал нам, что мы начали читать Библию, что есть выход, есть Бог, надо к Нему обратиться просто. И Он как бы сверхъестественным путем может избавить тебя и твою жену от этой проблемы. Так и произошло в нашей жизни. То есть начало меняться мышление. Начали происходить те вещи, которые как бы в прежней жизни я просто не поверил, что такое возможно, что такое может быть. То есть это желание, оно стало пропадать, без всяких медикаментов, без всяких препаратов. Мы от этого избавились. Бог как бы освободил. И сегодня не освободен. Спустя какое-то время у нас родилась вторая дочка. Она сейчас закончила первый класс. Уже будучи, такой имея стаж наркотиков, я больше 15 лет, жена чуть-чуть поменьше. На то время, когда она была в положении, многие люди просто как бы нам в спину говорили, кого-нибудь там собрались рожать. У нас родилась абсолютно здоровая девочка. Закончила первый класс. Я счастливее ребенка в своей жизни не встречал. Она очень позитивная. Она даже когда плачет и скажет, Аленка, улыбнись, она начинает улыбаться. То есть ребенок родился без всяких патологий. Не чудо ли это? Я думаю, что это чудо.